Мишель подходит к центру, кресты собраны. Здесь подвод работы с ДПО, механическое объединение, штанги, все выдвинуты. Вместе с космонавтами на орбиту отправились и новогодние поздравления для экипажа МКС. Подарок из детского дома сделанный специально для станции и голландский сыр, которым Андрей Кауперс обещает угостить обитателей орбитального дома на новогодние праздники. У нас есть очень хороший голландский сыр. Много. И мои коллеги очень нравятся этот сыр. Зимняя степь Байконура в этот раз проверяла на прочность и людей, и технику. Мороз под 30. Однако для российского корабля, космонавтов и ракетчиков не страшны ни сильный ветер, ни стужа. На стартовом комплексе работают железные люди, как мы говорили. Вот плюс 50, для минус 40. Поэтому здесь самые крепкие люди работают. Слабаки убегают. Анатолий Рудаков знает, как работает на старте в таких погодных условиях. Почти полвека служит ракетам. Сегодня он стреляющий номер один на космодроме. Ракета оружие коллективное. Поэтому весь расчет участвует. От каждого номера расчета зависит успех в запуске ракеты. А стреляющий он такой же, как и все. От него тоже что-то зависит. Так повелось еще с первых пусков. Ракету не запускают, а стреляют. Перед стартом, разворачивая, возьмут стрельбы. Вращают вокруг своей оси, выставляя в правильное положение. Подземный бункер пуска. Самое близкое к старту место. Над ним специальные бетонные столбики. Так называемые волнорезы. Чтобы ударная сила не повредила этот стратегический объект. Отсюда управляют ракетой. Команды выдает первый стреляющий. Наклад 60-го принял первый. Ключ на старт. К моменту старта дневное светило зашло за горизонт. Однако степь в эту самую длинную ночь озарилась огнем ракетного двигателя. Носитель «Союз» с космическим кораблем и экипажем на борту взял курс на орбиту. Три, две, одна, ноль. Пуск! 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 В ближайшие годы лишь Российские Союзы будут оставлять экипажи на МКС. Возможно, и после 2016-го НАСА все так же будет арендовать места в российских кораблях для своих астронавтов. А вот межпланетные миссии станут совместными. Совместно выработать стратегию ее развития до 30-го года и посмотреть чуть-чуть даже за 30-й год. И вот исходя из того, как мы договоримся, тогда можно будет договорить, какой вид это будет иметь в ближнем космосе, в дальнем. Мы уходим от такого соперничества соревнования. Мы идем к более тесному сотрудничеству сегодня. И только так можно достичь каких-то значимых результатов. В марте будущего года на смену одному экипажу прилетит другой. На орбиту отправятся Геннадий Падалко, Сергей Ревин и Джозеф Акаба. Курс на орбиту все тот же. Космодром Байконур – Международная космическая станция.